привет ребятушки лилёк с позаранку на своей генуя которая на проводе решила вам немножко кораблики белые показать как красиво утром в порту никого нет только вы и мы и мы с вами идемте сейчас покажу это видите эмбарки значит там где идет загрузка пассажиров и вон они красавчики стоят и туда стоят и туда стоят немножко ветер извиняйте белые кораблики видите какой белый красивый шикарный в ту сторону тоже там обычно всегда стояли моби смотрите видите какой красавец фантастик а вот тут дороги по которым заезжают на суда машины их тут очень много линий в общем я бы и разобралась как-то народ разбирается и маяк ладенько а нам сюда раскатала ты люлю губы что ты сейчас на экскурсию пойдешь они тут то было все еще спит все еще спят тут еще закрыто мы заходим стыла а нам тут перекрыли это самое не али лилёк ты уже вообще говорю проход перекрыли он же дольше это спросу но это все нормально народ кактусы на месте дискотеки сегодня нет значит сегодня день среди недели так замок высыть высыть все нормально втыкаем ся ну как с утра у нас красиво ой люблю я так приходите никто мозг не выносит тебе за решеточкой спрятанными так и хочется и только мертвая с косами стоят и тишина стоп-контрол а мы ее убираем потому что мы кофе хотим кофе машинку тоже ее надо запускать с утра чтобы машинка заработала не надо насыпать кофе сейчас покажу когда я делаю мороженое я так уже не выкрасываю но пока мы еще мороженое не делаем что у нас Аплодисменты. Двойная чашечка, аромат, свежий. А у нас что-то стучит. По-итальянски фантазмы по нашему привидения ходят. И обалдели. Пойдем проверим, кто там тарабанит. Ладно, открываем кухню. Пока не раздеваюсь, Миша. В морозилку надо зайти. Вещи личные забрать для кухни. Это балдеж. Это не передать никакими словами. Как я люблю с утра чашечку. Хороший, хороший. Погнали. Экскурсия по залу. Я хочу просто посмотреть, сколько у нас столов. Я никогда не замечала. Это ряды столов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Там девять, десять. Это угловые. Одиннадцать, двенадцать. Тут длинная. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. И там возле нас круглый столик. То есть вы поняли. Это Макдональдс. Это гигиги. А это уже мы. Как это с утра назвать? Засранцы. Замесили вчера пиццу. И оставили Лельку сюрприз. Ой, господи. Ну что ты будешь с ними делать? Ничего. Идем тебе покажу. Мне вчера клубника приехала. Сейчас встану помою. Там пять секунд его мыть. Взяли бананы, засунули мне в холодильник. Они темнеют в холодильнике. Ну ничего. Думаю, что их сегодня съедят. Не успеют они потянуть. Вчера водичка пришла. Все пришло. Картошечка моя приехала. И вот она. Это мы забираем на кухню. А то сейчас народ начнет тягать по одной туда-сюда. А мне не будет что людям порезать. Посмотрим. Хорошо на клубнику. Не испортилась ли пока доехала. Вау. Отборная. Один в один. Интересно, она итальянская или она. Короче, я еще не видела цены. Но я просто сказала своему овощнику. Я говорю, если недорогая, то вези. Он вчера вечером товар привез. Поэтому цены не знаю. Брехать не буду. Вот так вот. Иду работать. Что вы поняли, что у меня сегодня. И работка ждет. И уборка ждет. И все, 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 все. Вчера приходил к нам один человек. Ну не один. Многие приходят. Говорят. А знаете, почему к вам приятно приходить кушать? Я говорю. Почему? Они говорят. А потому что приходишь, вы всегда веселые и радостные. А в другие места, говорит, приходишь. Это я уже с вами по пути. Приходишь, говорит, в другие места. А там на тебя волком смотрят. Какого ты хрена сюда пришел. Я говорю. Я могу только злиться, когда вижу, что вы идете. А у меня жрать вам не хватает. Чего дать. Вот тогда говорю. Я не злиться, а нервничать. А так я говорю. Мы же рады. А там и видим, что вы такие всегда веселые. Всегда такие. Шутите с нами. Я говорю. Ну блин. Вы же наши клиенты. Ну я и без клиентов шучу, конечно. Сильвию. Сильвию вообще. Он как приехал, я его все время подкалываю. Вчера говорю. Ну что, сегодня посуду будешь ты мыть. А потом он мне такое это самое. Говорит. Знаешь. Сел, покушал. Естественно. Говорит. Ну нет такого повара найти в тот другой бар. Говорит. У меня там дела идут очень даже хорошо. Я говорит. Даже не надеялся. Ну у него там девочка очень хорошая работает. Которая как бы ответственная. Дает, дает, дает. В стране угля так сказать. А я говорю. Увольняй меня отсюда. Став туда. Какая мне разница. Да нет. Ага. Ладно. Делай как боже. Еще сказали, что у нас все чисто, аккуратно. Поэтому людям приятно к нам приходить кушать. Иногда бывают срачи. Но это вас. Никто не видит. Кроме вас и меня. Остальные ничего не видят. Потому что все за привалком. А там конечно я гоняю. Видите. Все чисто. Ну. Гоняю. Сама себя. Гонять то некого. Ой. Так Лилек. Разбазарилась ты с утра. Сейчас уже водичка набралась. Щелк. И будет у нас сначала варится все на оливье. А потом. А потом. Поменяем воду и будет рис, паста и все остальное. Утренняя задача. Пришли воду набрали или лег поехала. Все. Ребятки. Маленький лайфхак. Вы поняли. Да. Сразу чищеную и морковку и картошку. Как для салата оливье. Так и для прочих делов. Я отправляю вариться в чищеном виде. Чтобы потом с нею не долубаться. Потому что потом это долго. У меня на это нет времени. Главное. Эти вещи не переварить. Варим. Видите как лилёк приспособилась. Бульк. 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 Надо будет и яйца тут откинуть. сварю. Главное что все в разных корзинках. По времени может оно вариться. Тут дольше. Тут меньше. В общем вот так вот. Главное почищенное. Не кончевары мы, не плотники. Но, к сожалению, горьких нет. Так нет. А мы кухонные работники мы. С нашей кухни. Швём. Видите. Я уже переоделась в чёрную одежду. Потому что я поняла, что в белой одежде. Я могу только раздавать пищу. А мне говорят, ты элеганса. Я говорю, да что. А как ты так на курсе работаешь и не вымазываешься. Вот так. Раз. В старую рубашку одела. Нитиль там поцепила. Всё. О. Вот это моё. Тинь-тинь-тинь. Кто ещё не умывался. Грозную льву остался. Заходите к нам с утра. Умываться, господа. Хорош прикалываться, обработанный початый край. Народ, налетай, подешевел. Вот на это количество клубники. Видите. Их было таких. Четыре вазочки. Я выдавила половинку лимона. Чтобы он его законсервировал, так сказать. Тогда не темнеет клубничка. Видите, как она вся блестит лимонным соком. Кто хочет, потом пакетик сахара бух сверху. Ах, аж слюнки у самой потекли. Быстренько, быстренько за мной. Пока первый клиент не подбежал. Видите, сколько лилёг всего. Это с сосиской картошечкой. Это паста с горганзолой. Торчики. Рыбка. Рыбные котлеты. Грин салата Русси. Кальмарчики. Супчики. Борщики. И всё прочее. И улыбки клиентам. Урагаться, сами волеете фарфури. Дите, мы его приимаем. Что называется? Приповзла до дома. Лупанула 900 евро. Взяла с собой тарелку пасты. У меня и пасты сегодня не осталось. И сижу её клюю. Холодную. Потому что я голодная. Охренеть, ребята. Рекорды за рекордами бьём. А что делать? Сказала Риксончик. Выйдет на работу по 1000 бунтов. О! Даже паста выскочила. Всё. Мне приятного аппетита. А вам до следующего видео. О! 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 О!